Вы владелец магазина автозапчастей или автосервиса? Тогда автоматизируйте ваш бизнес с помощью программы для учёта и торговли Тезариус, прайсы поставщиков, автокаталоги, стол заказов, заказ снаряда и запись клиентов по графику и всё необходимое для работы магазина и автосервиса. Кроме того, сервис предоставляет готовый интернет-магазин с автокаталогами для подбора. В разделе обучения можно ознакомиться с полными возможностями программы. А для всех наших подписчиков промокод автоньюз, который даёт 10% скидки на платный тариф программы. Ссылки в описании плюс промокод. Компания FCA представила на автосалоне в Чикаго обновлённый минивэн Chrysler Pacifica и его полноприводную версию. Сначала трансмиссию с многодисковой муфты и подключение задних колёс предложат для дорестайлинговых автомобилей, а до конца года в салоны дилеров поступит обновлённая модель. Компания Fiat Chrysler Automobiles доминирует в американском сегменте минивэнов. Владельцы давно ждали полный привод, чтобы в Северных Штатах с их снежными зимами можно было без проблем ездить на минивэне круглый год. Из конкурентов сейчас только Toyota Siena имеет полноприводную модификацию. Pacifica и WD оснастили простой трансмиссией с многодисковой муфтой, которая подключает задние колёса в случае необходимости. Причём сигналом к включению полноприводного режима могут стать не только пробуксовка передних колёс или резкое нажатие на педаль газа, но и активация стеклоочистителей. Также предусмотрена имитация блокировок дифференциалов с помощью тормозов. Полный привод будет доступен только для модификации с 3,6-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 291 л.с. В России Pacifica доступна только с этим силовым агрегатом, но двигатель дефорсирован до 279 л.с. Гибридной версии полный привод недоступен. Полноприводный минивэн получил увеличенный на 20 мм клиренс, перенастроенную подвеску и стабилизатор поперечной устойчивости. Карданный вал никак не повлиял на функциональность салона. Сидения второго и третьего рядов можно по-прежнему сложить в ровный пол. Дореформенная модель с системой полного привода поступит в продажу во втором квартале 2020 года, а вот обновленный дизайн придется подождать до четвертого квартала. Рестайлинг принес минивэнное иное оформление передней части. Появились новые светодиодные фары, новая шестиугольная фальш-радиаторная решетка и, как ни странно, чуть менее агрессивный и чуть более лаконичный передний бампер. Также пересмотрен дизайн колес. Система автоматического торможения с функцией распознания пешеходов включена в базовую комплектацию. С кармы обновленную Pacifico можно распознать по новым сросшимся в одну большую горизонталь светодиодным фонарям. Основное ношество в салоне – это медиасистема Uconnect пятого поколения. Она имеет увеличенный на 20% экран диагональю 10 дюймов операционную систему Android, работающую в пять раз быстрее прежней, оснащенной голосовым помощником Amazon Alexa. На экран можно вывести картинку с потолочной камеры, подсматривающей за пассажирами второго и третьего ряда. Помимо прочего, Pacifico обзавелась богатой комплектацией Panicle с крестными обитыми кожей на покарамельного цвета, с фирменными подушками на втором ряду, а также увеличенным боксом между передними сиденьями на 12 литров с мягкой крышкой, которая заменяет обычные откидные подлокотники. Стандартная версия имеет атмосферник V6 3,6 литра 291 л.с. с 9-ступенчатым автоматом. Гибрид оснащен дефорсированным вариантом этого же двигателя 264 л.с., двумя электромоторами 86 и 116 л.с. и электромеханическим вариатором. Тяговая батарея емкостью 16 кВт-ч можно зарядить от розетки, а в электрическом режиме такой минивэн может проехать до 53 км. Появление полного привода дает надежду на увеличение спроса на Пацифику среди россиян. В 2019 году американский минивэн нашел в нашей стране только 45 покупателей, против 74 годом ранее. Все дело в цене от 4,2 млн. рублей. Как вы считаете, если начальная цена была на уровне Мерседеса Вита от 3,7 млн. рублей, был бы спрос у Пацифики? Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.